Привет! На этой неделе Владимир Путин решил раздать всем немного денег. Не то чтобы своих, но как бы раздать нам наши же деньги это уже довольно щедрый поступок. Интересно, что фактически он принял такое решение, потому что мы не любим Единую Россию и не хотим за нее голосовать. Если бы я знала, что Путин за это доплачивает деньги, я бы не любила Единую Россию еще сильнее. Да, Владимир Владимирович, да, прям ненавижу. Вот мой Яндекс кошелек. Но мне это денег, конечно, не дали. Путин так и сказал. Извини, Марин, дома сломал ершек, в этот раз не получится. Зато деньги получили родители школьников к 1 сентября для сбора школы по 10 тысяч рублей. А еще пенсионеры по 10 тысяч и военные по 15. Ну тут сложнее определить причину, потому что их в школу собирать вроде не надо. Ну а на радостях деньги получили еще и курсанты и сотрудники правоохранительных органов. Тоже по 15. Ну побольше, чем пенсионерам, конечно, но справедливости ради пенсионеры и не так стараются, чтобы эти деньги заслужить. Если бы они выходили на улицу, чтобы бить навальнистов, может быть и получили по 15. А так, извините, каждому по заслугам. Вам может показаться странным этот набор граждан, но посудите сами. Путин действующий военный, главнокомандующий, при этом пенсионер, так у него еще и дочки младшей, только 18, вполне попадает под программу. То есть 10 плюс 10 плюс 15, 35 тысяч рублей он заработал одним своим решением. А потом вы спрашиваете, откуда у него дворец за миллиард? Ну так накопил потихонечку. А помните этот баннер на каждом углу перед голосованием по поправкам в Конституцию? На этой неделе Владимир Путин подписал указ, по которому чиновники могут иметь второе гражданство, если ну никак не могут от него отказаться. После того, как Дума приняла законопроект о вынужденной коррупции, меня уже ничего не удивляет. Это когда обстоятельства непреодолимой силы заставляют их брать зятки. Ураган засовывает деньги в карманы, ну, сами понимаете. Так и вижу чиновников, которые судорожно пытаются быть честными патриотами, но злой рок бросает их в пучину разврата. Как в фильме ужасов, чиновники строят себе усадьбы в Чехии и никак не могут из них выбраться, блуждая по бесконечным коридорам проклятого запада. Они выкидывают свой паспорт в окно, а он возвращается обратно и хохочет над ними. Страшно представить ту муку, которую испытывает чиновник, когда вынужденно что-то украл и перевел на счета на своей второй родине. Хорошо, что Владимир Путин защищает слуг народа от таких страданий и разрешает им это делать абсолютно законно. Вот что значит президент, который заботится о своих гражданах. Ну, во всяком случае, об определенных гражданах. Смешно, что откатить поправки в конституцию пришлось, кажется, прежде всего и за украинцев. Ну, тех, которые сейчас чиновники в Крыму, они же не могут приехать в Киев и отказаться от гражданства. Но когда принимали поправки, про них просто забыли. Поэтому у нас теперь есть президентский указ, который отменяет положение конституции. Впрочем, не первый и не последний. А еще на этой неделе, ну, то есть на прошлой, мы же выходим по пятницам, телеканал «Дождь» и «Здание важной истории» признали иностранными агентами. А чиновников со вторым гражданством, как вы понимаете, не признали. Ну, в самом факте ничего интересного. Это было предсказуемо, хоть и предскорбно. Интереснее была встреча по этому поводу в Совете по правам человека при президенте. Надо ли говорить, что Совет при президенте не заметил каких-либо нарушений в решении президента уничтожить российские СМИ? Но особенно интересно там было, потому что представитель Минюста озвучил причины, по которым журналистам можно признать иностранным агентом. Если журналист поехал в пресс-тур от международной организации, можно ли его признать иностранным агентом? Ответ «Да». А если на конференцию? «Да». А если получил награду или премию? «Да». Если журналисту прислали подарок родственники из-за рубежа? «Да». Жаль, тут заседание прервалось, потому что можно продолжать. Имеет загранпаспорт? «Да». «Да». Друзья, надо признать, мы все иностранные агенты. И только Путин один-одинешенек борется с нами, выжимая из нас всевозможные налоги и раздавая их потом раз в год пенсионерам с небольшой комиссией. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Подписывайтесь на наш канал, а также, пожалуйста, не забывайте нам ставить лайки под роликом. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok